всем привет с вами кейн и добро пожаловать в новую серию прохождения сноураннера тут уже немножко подготовился к выполнению задачи тут надо много много всего привести в общем задача весьма затратные по времени поскольку это все нужно вести с разных мест в общем ну и да и достаточно много нужно вести то есть вот я взял прицеп дабы сократить время ну количество ходок то есть чтобы сократить время выполнения заданий это наш армейский грузовичок который справится с любыми препятствиями и грузами а вот сейчас секунду задание здесь не то а вот тут видите как много всего то есть металлические балки запчасти трубы всего-всего нажимаем принять вот в общем это здание позволит нам открыть эту дорогу вот так вот так вот заверну запаркуемся сейчас довезем здесь запчасти блин слушайте а как же мне так может я вот так вот попробую а ну-ка ага отлично металлические балки и и доски так отлично теперь берем тягач полный привод крупногабаритный контейнер я вез от самого аэропорта ну в принципе там просто по прямой как бы ничего особо но единственное что он занимает четыре ячейки груза то есть везти в нужно на полу прицепе ну вот написано 4 из 5 то есть еще можно взять там допустим нрава или бочки с топливом это уже завершающие задание на аляске еще последним проходим и это уже будет все да кстати вот выполнили и так а ну здесь по моему прицепе я хотел забрать так что-то еще а а прошлый раз я видео этом нет стоп это тоже не то наверно вот это и выполним вот это задание как вы видите осталось тут и всего лишь два открытых и здесь по моему только одно и здесь то ли же а тоже два да то есть еще пять заданий в общем это все очень быстро скоро мы пройдем и доп задачи ну то есть почти не осталось тоже я за кадром по проходил в прошлый раз доп задачи а только выставил там где я нашел модернизации а то есть обычно доп задачи я их выполнил просто напросто за кадром и все и апнул себе девятнадцатый уровень то есть на сейчас не восемнадцатый а а уже девятнадцатый так что не удивляйтесь если с прошлой серии мы получим сразу и после восемнадцатого двадцатый а кстати эта хрень тоже здоровая в прошлый раз мы по моему тоже такой же везли ее нужно довести его а вот сюда то есть конечно будет лучше если вот так вот поехать мы поедем так так мне кажется будет быстрее если что нужно как-то вырулить с этим крупноговоритым грузом на этом нашем тяжелым тягачи стоит высокой верни тут только высокое седло и ставится двигатель здесь стоит 850 там еще есть 900 и он за пятнадцать по моему тысяч стоит ну то есть можно приобрести но не вижу смысла поскольку не сталкивался еще с такими грузами которые и с такими же препятствиями с которыми наш этот тяжелый грузовик не справился поэтому не вижу смысла ставить на него более мощный двигатель дабы увеличить ему расход топлива просто напросто и все скорость у него все равно не увеличится поскольку это тяжелые грузовики он едет не особо быстро по улучшениям ну то есть тут резина в общем стоит тоже самое лучшее ну для данного грузовика так все по нем не нормально все ну и там то есть такое лебедка там все все дела в общем ничего особого в нем нет но главное нашел просто этот двигатель где-то в улучшениях и просто воткнул в него и все покупать чуть-чуть мощный он там как бы прирост мощности особо сильно не даст расход увеличится а сейчас у него как бы такой расход я сказал умеренный он и не сильно много топлива употребляет но и тем не менее очень хорошо проходит тащит грузы то есть все все хорошо да там еще кстати можно визуальный вид улучшить там бамперы есть прикольные но хотя этот мне кажется такой более такой более ну как который ему подходит короче более ему подходящий с так нужно ну так а и не понял почему ну с помощью лебедки он проедет везде конечно же но тем не менее жарю нет смысла ставить на него более мощный бьетель скупаны так все вытаскивает внешнего этом улучшение особого такого нету я жарю там бампер прикольный спереди будет стоять особо по-моему ничего такого зараза сползать длинная сильно вот уже и аэропорт блин ну шторка нормально и и и и и сейчас ты по ним отлично отлично я так и знал я так и знал было на хрен ехать через эти сугробы ты все там следующий еще стол будет такой же а тут и пенек не дает мне до не проехали отлично в общем вот так вот сейчас я подготовлюсь к выполнению следующих заданий итак нашел я уже следующее задание подъехал на нашем вездеходе с полупрец а стоп я же не выбрал задание вот это да да вот бочки стоплю нужно пять штук доставить в аэропорт выбрал я конечно же на это задание наш тяж поскольку у него как раз есть пять мест кстати надежность уменьшилась и так понял мне ничего страшного получается у нас там три задания вроде бы осталось то есть и сейчас мы еще два выполним вот это вот еще одно там кстати уже довольно таки бы я попробую да вот так вот отлично да я все правильно делаю а ну да и последнее задание у нас останется это надо будет отсюда вот что-то там вывести короче в северный порт по моему я прочитал если все правильно помню и это уже будет крайнее задание но прежде я конечно же повывожу все прицепы которые здесь есть то есть по по прицепляю там к хамеру к скауту там к другим грузовикам ну который то есть соответственно подходят под этот класс отвезу в магазин прицепов продаю то есть получу за них деньги поскольку я все равно уже не планирую сюда возвращаться поскольку все сдачки скорее всего я выполнил но что хочу отметить то есть технику там еще получается три машины и я так и не нашел где искать их то есть не знаю я модернизации все по находил в таких местах что сам был удивлен что там нашел вообще что-то ну в общем эти места как бы на карте не обозначен но их можно заметить сам по такому признаку там стоит короче за что я получил вот на что я наехать на дороге по признаку там стоит типа разваленная старая машина короче и у нее рядом с ней лежит к эта модернизация вот только по этому признаку но на карте их найти не знаю это не получается их не видно а если они еще где-то там деревьях в лесах то то есть да даже и не то шансов так это же да я правильно еду только очень резко так завернула только я чё-то не мог понять и где значок значок что мне нужно именно туда тут можно было через забор сихотела то есть нет подожди ну отсюда их собрал и привез сюда правильно так не сюда что ли привез или как что-то я не понял может где-то в другом месте этот разгрузка не ну вроде бы здесь же правильно ну что ж такое немножко не понимаю где-то что-то пошло не так итак заметил я свою ошибку так в общем бочки с топливом и топливо просто я заговорился и в общем невнимательно прочел тал задание так все в принципе работает маршрут верный но нужно сделать было вот так вот и тогда все получится и так доехал я уже с теми нужными бочками я надеюсь да все верно бочки оказались те просто я немножечко перепутал и сразу же мы приступаем к следующему заданию только его нужно взять правильно вот тут это рекомендуем везде зачем мы же так доедем правильно запчасти для буровой станок и правильно же этот наш грузовичок мне было такое что я доходил до расхода топлива вот где пишется шкала нашего бензобака то есть 200 литров и вот рядом расход топлива литров в минуту так вот у меня доходило до 25 литров в минуту то есть этот крокодил и жрет даже какие-нибудь катерпилы и тому подобные более скромные аппетиты у них а и кстати и вот на таких вот грязь грязь вот такие вот места то есть то вот доходит там до 22 там местами но кстати еще кое-что что я хотел рассказать это стоит тут по моему какая-то коробка вот не помню название но в общем здесь восемь передач восемь я когда до 7 разогнался он летел так что я думал сейчас просто улечу нафиг вообще в общем разогняется достаточно до высокой скорости проходимость у него наверное лучше из всех грузовиков вот ну да да там получится не дорогу вездеход то есть ну то есть на уровне вездехода но это не вездеход поэтому ну то есть да колеса у него там чуть поменьше но все равно проходимость у него вообще просто фантастическая и скорость то есть тоже запредельная ну на этой коробке но правда вот минус в расходе топлива то есть жрет слишком много этот прицеп я кстати забрал там с лесопилки или откуда там в краю карты лежал я его тоже конечно же продам то есть лишние деньги не бывают лишними сейчас выполним задание вот так вот вот и получил дополнительные деньги сейчас поедем на последнее наше задание на аляске я посмотрел в общем там не последнее задание это предпоследнее задание я выполню его наверное уже в следующей серии сейчас я заправлю наш вездеход кстати хочу сказать по поводу хаммера да он у меня прокачанный в топ но дело в том что по льду без цепей он очень плох в плане того что просто на полном приводе и прошкребывает на месте вот и то есть хорошо показывать себя в снегу в рези и везде где нету льда вот так вот ну в общем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал оценивайте видео обязательно и до следующих встреч в snorunner Продолжение следует...